Управление Генеральной прокуратуры России в Уральском округе проанализировало состояние законности в вопросе борьбы с нелегальными игорными учреждениями. Речь идет не только о казино. Согласно закону, за пределами особых зон запрещены любые азартные игры, включая те, что проводятся при помощи сети интернет. С момента вступления в силу законодательных положений о запрете на территорию страны азартных игр вне специально определенных зон, то есть с июля 2009 года, на территории Уральского федерального округа органами прокуратуры проведено свыше 3800 проверок. 467 из них были реализованы в текущем году. В результате проверочных мероприятий на территории шести субъектов округа выявлена и пресечена незаконная деятельность свыше 2000 игорных заведений, а с начала 2012 года их выявлено 268. Основное число нарушений выявлялось в первые годы существования запрета. Сейчас их число снизилось в несколько раз. В текущем году больше всего незаконных казино было выявлено в Тюменской области, на втором месте Ханты-Мансийский автономный округ, на третьем Свердловской область. Мощным инструментом стала статья 171 Прим-2, введенная федеральным законом от 20 июня 2011 года. Наказание по ней составляет до 1 миллиона рублей штрафа, либо лишение свободы до 6 лет, плюс штраф до 500 тысяч. Не так давно два дела по названной статье возбуждены в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, где предприимчивые дельцы в целях наживы организовали азартные игры, получив нелегальный доход на общую сумму свыше 14,5 миллионов рублей. В городе Тобольске Тюменской области по указанной статье на основании представленных прокурором доказательств в марте 2012 года осужден организатор ежемесячно проводившихся клубных турниров по игре в техасский покер, получивший от противоправной деятельности доход в виде полутора миллионов рублей. Другая действенная мера конфискации игрового оборудования. Данная мера прежде всего преследует целью подрыв экономических основ данного вида криминального бизнеса. В период с июля 2009 года по май 2012 на территории федерального округа сотрудниками правоохранительных органов изъято более 43 тысяч единиц игрового оборудования, в том числе игровые автоматы, системные блоки, рулетки и игровые столы. Помимо уголовного и административного кодексов существуют и другие законы, нарушения которых выявляются в подпольных казино. К примеру, в городе Коркино Челябинской области недавно было возбуждено уголовное дело по статье 146, часть 2, незаконное использование объектов авторского права. У программы, установленной в игровом автомате, нашелся правообладатель. Ущерб оценивается в сумму 135 тысяч рублей, но это пока скорее курьез. Вместе с тем, результаты прокурорских проверок показывают, что в отдельных территориях Уральского федерального округа работа по борьбе с нелегальным горным бизнесом проводится недостаточно эффективно. В ней имеется ряд нерешенных проблем и серьезных недостатков. Обратив на них особое внимание руководителей правоохранительных служб, заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев, потребовал принять комплекс мер по усилению противодействия незаконной азартной деятельности и ужесточению прокурорского надзора в указанной сфере. Исполнение поручения будет проконтролировано управлением Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе. Продолжение следует...